Школа кино и телевидения Кинала Призань представляет Путенкин, ты чего кимоно напялил? Сегодня же субботник! Да я знаю. А если знаешь, чего здесь торчишь? Тебя весь класс ждет! Соня, ты вообще видела, почему я сегодня пришел? В шортах и в майке? Да, Соня, в шортах и в майке. Посмотрела прогноз погоды на свою голову. Ух ты! Ничего себе! Опять новая мобила? Откуда? Да-да, там! Родичи подарили! Блин! А то у меня родители оба донтисты, и кто так честно подарки мне не делает? У тебя они чем занимаются? Они у меня в гидрометцентре работают. В гидрометцентре? И что, они там много зарабатывают? Да не. А клады-то у них маленькие, зато премии какие за правильный прогноз. И что, они всегда правильный прогноз делают? Да не. Просто если мама говорит, что дождя не будет, то папа наоборот утверждает, что он будет. И у кого-то всегда премия. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. Программа занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улицы Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Вот так я, пожалуй, не замерзну. Ты че, Анкин, на кого ты похож? А че? Вроде ничего. Прикольно. Тебе палки в рукавах не хватает, чучело огородное. На! Ты не замерзла. А ты когда из дома выходил, холода не почувствовал? Почувствовал. Возвращаться уже лень был. Итак, ребята, сегодня зачет полени будет принимать директор школы. Давайте уберем все лишнее с парт. Добрый день, ребята. Сегодня для поездки на Олимпиаду полени мы будем выбирать самого ленивого ученика. Василий Степанович, можете начинать. Тянучкин, выходи к доске. Давай смоделируем ситуацию. Ты идешь по улице, и перед тобой ветром проносит пятитысячную купюру. Твои дальнейшие действия. А ветер сильный? Ну, достаточно. Тогда не буду напрягаться. Сядем на скамейку отдохнуть. Молодец, Тянучкин. Садись. Вялых, твоя очередь. Выходи к доске. Вот представь. Ты идешь по улице, и перед тобой стоит достаточно большой кейс. Возможно, в нем какие-то ценные вещи. Твои дальнейшие действия. А кейс высокий, Василий Степанович? Ну, не очень. Тогда перешагну обходить в клей. Да, молодец. Отлично. Так, кто у нас следующий? Тормозов. Тормозов. Подойди ко мне. Ну, не-е-е. Сама подойди. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей. Приколы от киношколы. Без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99 38 62. А так, нормально? Вроде нормально. Только ты что, в сланцах собираешься листву грести? Да нет, только обувь. А ты вам нужны ботинки возьми. Да я бы взял. Только и кто-то гвоздями к лыжам прибил. Мария Ивановна опять будет твоим родителям жаловаться. Жаловаться? Жаловаться. Да я сам буду на этих синоптиков жаловаться. А ты-то кому будешь жаловаться? В прокуратуру. Итак, ребятки. На дом было дано задание выучить стихотворение наисусть. Кто первый пойдет отвечать? Так. Нет желающих. Значит, первый пойдет... Смирнова. Смирнова. Понимаете, Василий Степанович, я в деревню к бабушке ездила, а книгу дома забыла. Понимаю. А интернета в деревне нет, и стихотворение найти ты не могла. Садись. Садись. Два. А что нам скажет Петров? Понимаете, Василий Степанович, у меня сестра в больнице, и мы к ней ездили. Я не успел выучить стих. На черепахи, видимо, ездили. Садись. Два. Иванов. Василий Степанович, я помогал незнакомой бабушке перейти дорогу и подвернул ногу. Я надеюсь, бабушка-то хоть жива. Садись, два. Сидорова. Василий Степанович, у меня отец вчера в прокуратуре дежурил, а я ему помогала и не успела выучить. Вот только не надо меня здесь прокуратурой пугать. Садись. Четыре. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. Программа занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улицы Есенина, 1А. Телефон 99-38-62. Слушай, я, наверное, не пойду на субботе. Пойду к врачу. Ты, Чонкин, какому врачу? Ты что, с ума сошел? У нас вроде в школе психиатров нет. Почему сразу с ума сошел? Мне кажется, у меня просто простуды начинаются. Пойду к терапевту. Печонкин, какому терапевту? Ты же уколов как огня боишься. Уколов-то я боюсь. Может, обойдется. Правка-то важнее. Иди попробуй. И еще витаминки для мозгов попроси. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Присаживайтесь. На что жалуетесь? Понимаете, у меня постоянно что-то в левом боку болит. Да у вас, наверное, очень доброе сердце. Всегда всем помогаете. Да, вы знаете, мне очень сложно пройти мимо чужих проблем. А еще вы отзывчивая и доверчивая. Да, но при чем тут это? Я же сказала, что у меня в боку что-то болит. Вот и я вам объясняю, что доброта, отзывчивость и доверчивость всегда выходят боком. Приглашаем всех рязанцев принять участие в съемках веселых скетчей, приколы от киношколы, без кастинга и длительного обучения. Подробности и запись по телефону 99 38 62. Школа кино и телевидения «Кинолаб» продолжает набор по направлениям кино, телевидение, радио. Программа занятия по актерскому мастерству, журналистике, операторскому и сценарному мастерству. Если ты творческий, креативный, но еще не с нами, приходи и раскрой свои таланты. Ждем тебя по адресу улица Есенина, 1А. Телефон 99 38 62. Субтитры создавал DimaTorzok